Вновь девочка пишет. И запись страшна. Все умерли. Таня осталась одна. А после подальше дневник уберет и мертвую мать в одеяло зашьет. Ученица седьмого класса Анна Гунина зачитывает стихотворение и еле сдерживает слезы. Строки посвящены судьбе Тани Савичевой, маленькой жительницы блокадного Ленинграда. На страницах своего дневника школьница делала короткие заметки о смерти своих родных. Ее семью стремительно убивал голод. Теряя близких, Таня продолжала жить, надеяться и верить. Однако испытания для ребенка оказались слишком тяжелыми. В 1944 году девочка умерла. Но память о ее подвиге до сих пор жива. Вы должны знать историю своей родины. Передавать ее с поколения в поколение. Все-таки важно, что было ранее. Родственники, прадеды, деды – все сражались за эту страну. Благодаря им мы живы и нам светит солнце и трава зеленая. В музее школы номер 175 прошел урок мужества. Его посвятили 80-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она продлилась 872 дня и унесла жизни более 700 тысяч человек. Ученикам рассказывали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города. Подготовили выступления и сами школьники. Конечно, приходится сдерживаться, потому что понимаешь, насколько все-таки это было с одной стороны страшно, а и насколько отчаянно и мужественно, да, как прожили жители блокадного города эти 872 дня. То есть это… Ну, не передать словами эти чувства, эмоции. Также ребята познакомились с символами Ленинграда. Одним из них стал метроном. Радиостудия круглосуточно посылала в эфир его стук. Это означало, что город жив, его сердце бьется, а народ борется с врагом. Помогали людям и домашние животные. Кошки отлавливали крыс, сотни лошадей доставляли провизию по дороге жизни, а собаки вывозили раненых с поля боя. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова.